Здравствуйте, дорогие друзья! Чтобы прорастить туго-схожие семена, которые вот хоть-то убей, не всходят никак, ты их замачиваешь, они задыхаются, многие говорят, нужно использовать вот такой простой бульбулятор, я это называю, но это аэратор для аквариума. Выбирайте ту модель, которая к вам просто быстрее приедет, они бывают USB-шные, бывают сразу 220 вольт, бывают на несколько выходов. Мощный, прям, на мой взгляд, не нужен, на несколько выходов, не знаю, сколько вы рассады растите, таких туго-схожих семян, которые вот просто при обычных условиях, ну, очень плохо сходят. У меня такие культуры, это гигантская тыква, в этом году это вообще рекорд какой-то. Мои семена, самой красивой тыквы России 2023 года, они зашли у меня, проклюнулись, точнее, на вторые сутки, на начало вторых суток. Итак, пошаговый механизм действия при использовании бульбулятора. Первое, наливаем воду, теплую воду, нормальную, отстоянную, там, снеговую, дождевую, какую вы хотите, какую вы используете обычно для полива. Можно с обратного осмоса, можно кипяченую, можно отстоянную, неважно. Должна быть нормальная, хорошая вода. Добавляете туда какой-то стимулятор, любой, который вам нравится. После этого начинаете бульбулировать с семенами, конечно же. Они, в основном, все, ну, у меня, во всяком случае, они были сначала на поверхности. После часового бульбулирования я их надкусывал, кончики, как бы, это называется, не как бы, а точно, это называется скарификацией, то есть нарушение целостности оболочки. Вот после того, как я нарушил эту оболочку, через несколько часов, я продолжаю бульбулировать, через несколько часов они начинают погружаться в воду. Я с первую партию дождался, пока они утонут, это 8 где-то часов, было на обушеле. А вторую партию я делал, не дождался, а только вот как они начали тонуть. Сразу поставил на ватные диски на замачивание. Пакет, ватный диск, точнее, ватный диск 1, семена, ватный диск 2, полил этим же раствором из этой же баночки и закрыл пакетиком. Убрал в котельную, но у меня котельная теплое место, есть у вас коврик какой-то с подогревом, на батарею поставить, если они не шпарят под 70 градусов. Туга всхожие семена, например, гигантская тыква, гигантская арбуза, бушеля, они входят при температурах около 33-34 градусов. 40 градусов, мне кажется, они сварятся, просто поэтому рисковать не стоит. При более низких температурах они могут вообще не проклюнуть. Вот бушели у меня до сих пор не проклюнулись, но ничего страшного, у меня есть руты всякие, там масса всевозможных других вариантов, то есть есть посаженные раньше, посаженные чуть позже, но тыква гигантская, я говорю, это реально, чтобы проклюнулась она на второй день, это просто жесть. Посмотрите, как она выглядит сейчас, то есть я посадил тогда, я дату напишу, проклюнулись тогда, посадил в землю и, соответственно, они вот уже как выглядят. Про освещение для тыквенно-огурцовой культуры я сниму отдельный ролик, потому что у меня есть интересное очень наблюдение, ну, на мой взгляд. Видите, да, как это выглядит все снаружи? То есть вот так вот это очень хорошо, то есть они не тянутся, а вот эти вот немножечко потянулись. Но ничего страшного в этом нет, потому что тыквенная культура очень спокойно относится к заглублению по самой неболуси, то есть по самые семидольные листья. Все будет с ними нормально, корни новые нарастут, там ничего такого сложного не будет. Итак, повторяем, значит. Первое. Замачиваем в воде с применением воздуха, то есть насыщаем воздух кислородом. Кислород не дает задыхаться семена. Скорифицируем их, то есть нарушаем целостность оболочков. Через час после намокания как раз оболочек становится более мягкой, и вот семена просто легким нажатием просто раскалывались. Потом, как только следим, они начинают погружаться, все, на ватный диск, или как вы там сажаете, можно, в принципе, и сразу в грунт, если у вас есть такая возможность, ну, или желание, неважно. Они так и так лучше будут прорастать. И в одном из следующих роликов я обязательно расскажу по поводу того, какой грунт влияет ли грунт вообще на проращивание семян, или не влияет на схожесть семян. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить это видео. А еще масса-масса видео про свет, про выращивание гигантов, всевозможные правильные и неправильные прививки. Все, что касается сада, огорода и моих экспериментов, у меня на канале. Вам, как всегда, в разрешении ролика я хочу пожелать здоровья, а все остальное приложится. Если вас хоть немножко заинтересовал мой ролик, с вас лайк. До свидания. До новых встреч.